здравствуйте меня зовут татьяна и я рада вас приветствовать на канале который так и называется татьяна кельмяшкина сегодня посидим поговорим кому интересно такой формат видео пожалуйста присоединяйтесь буду только очень рада вы можете заниматься любыми домашними делами говорю а громко звонко а если повяжите тоже буду счастлива и так уже традиционно в начале подобных видео мы с вами смотрим что уже то не вязала здесь и сейчас там вот накануне того как этот ролик выйдет в эфир а то не сегодня умница то не сегодня связала две корзиночки буду с маленькой показывать начну это такие и так и хочется катишницы так сахарница яичница яйцошница да в общем это такая корзиночка для яиц на пасху и так как каждый год мне хочется продумывать какой-то цвет то я беру зеленый желтеньким и больше меня никакой не нужен то на меня красный нападает вроде красного яйца к пасхе поговорка но вот в этот раз мне почему-то захотелось такие сиреневенькие желтые тона использовать поэтому поначалу для начала до пасхи я бантик желтенький сделал подпалила кончики здесь не видно здесь прям вот чуть-чуть много не надо потому что все замечательно и когда пасха уйдет я потом уберу и вот такую пластмассовую штучку приделаю на корзиночку мне кажется прям вот овальная донышко овальная бирочка будет очень очень здорово но это младшая сестренка младшая сестренка это у перепелиных яиц там я такие почему их стружкой называю вот такую вот декоративную штукенцию я обязательно буду выстилать а вообще для крупных куриных яиц у меня будет вот такая корзиночка бантик потревожился сейчас мы его пряменько поставим оставим все должно быть очень очень красиво и эти бантики завязывала дольше чем вязала такое безобразие не иначе как код пока я готовила я все прячу от кота старик старик до бантиков так вот корзиночка с очень узкими бортиками кто на меня подписан в инстаграм уже наверняка видел эту корзиночку и тоже я буду выстилать как всегда кому-то нужно как только начинаю и вот они как будут смотреться рядышком две корзиночки прелесть прелестно я так рада вот готова мне нужны белые яйца потому что желтая краска она лучше ложится на белые яйца через пару недель хотелось бы приобрести заранее не покупаю я вообще все таки детишкам раздаешь и хоть и говорят они едят там конфеты предпочитают но мало ли может быть мое яйцо как раз вот захотят скушать чтобы оно было купленным накануне свеженьким замечательным вот такими корзиночками я занималась довольная и для большой корзиночки у меня соответственно уже овальчик бирочка чуть побольше когда я бантики уберу у меня вот эти бирочки уже там будет не яйцо шница как называется подставка для исток а будет уже клубочница не вообще все клубочница вот такие штучки так я сейчас 5 секунд посмотрю вдруг родители так продолжаем меня очень часто спрашивают сколько пряжа уходит на корзиночки это смотря какое донышко вы возьмете и естественно смотря какую высоту самой корзиночки вы будете делать вот на эти две корзиночки с очень низкими бортиками это очевидно у меня не ушел даже моточек пряжи кто в instagram подписан я там выставила и две корзиночки этот остаток матка наверное вот на такую корзиночку еще спокойно хватит на маленькое донышко вот но если бы я связалась с большим бортиком но мне как-то стиль не смотрится именно с маленьким бортиком пряжу беру магазине сиреневый слон мне пряжу магазин представляет на обзор кстати наш второй вопрос будет связан с рекламой от вас я беру вот на такие видео вопросы где очень долго отвечать в комментариях вместо того чтобы очень долго отмечать отвечать в комментариях я лучше отвечу вот таким образом меня спросили татьяна вот критерием отбора что льда товаров на рекламу что и для вас является каком случае вы берете в каком случае вы отказываетесь но когда мне товар не нужен когда он не представляет интереса там отказывается в основном то ли он отсеивает и не веду я дальше разговор вообще о рекламе об обзоре мне лучше нравится больше обзор товаров если мне навязывает какой-то текст текст где значит содержание какого что товар самый лучший самый замечательный сразу говорю что я скажу то у меня товаре которое у меня сложится если это кому-то не нравится у нас как-то дело дальше не идет о чем я совершенно не сожалею если же магазина это не пугают то есть вы знаете вот тот же взять василек ивановский я обожаю ивановский трикотаж чтобы кто не говорил если мне футболки и скулирки мужские не нравятся я буду это говорить я никому не скажу что они хорошие другое дело мы выбираем сами покупать 10 футболок по 148 рублей да и менять их или одну футболочку полторы тысячи где-то купить и носить 10 лет но вот это наш выбор все люди взрослые и в общем-то правильно одна женщина писала вы показываете а брать не брать решать только на это факт и если я не знаю там крючки погнуться спицы я все это скажу и покажу грош цена тем магазинам который прячется от проблем связанных с товаром которые они продают действительно грош цена завуалировать все и бежать от информации про некачественный товар это вообще не даже не просто стагнация что для магазина что для производителя и магазина в одном лице это тем более это мне кажется даже регресс если магазин и производителя иногда в одном лице магазин и производитель хочет прогресса то никогда не надо бежать от честного отзыва причем ни одного а многих людей о своем товаре ведь не с целью навредите или делать что-то плохое с целью совершенствоваться мы это говорим чтобы производитель магазина совершенствовали вот когда производители готовы это выслушать а иногда даже благодарят за мнение принимают это к сведению и что-то улучшают вот с такими производительными магазинами конечно связываться одно удовольствие а иначе вы скажите то скажите это я не имею ввиду информацию которая о скидке например о промо коде эту информацию я конечно донесу с таков-то числа то вот такие то новые поступления это та информация которая во благо зрителя это я донесу но скажите что у нас там самые лучшие в мире еще чего то пардонте пардонте я это говорить не буду и это зачастую не нравится не нравится наши предложения сразу отпадают в общем-то критерии моим не навязывайте мне свое мнение я возьму товар на обзор я его испробую и скажу свое мнение хорошо значит хорошо плохо значит плохо и вот именно тех кого это не пугает как-то те как кого это не пугают они остаются со мной и вернее я с ними остаюсь точнее сказать и мы продолжаем сотрудничество мне это очень нравится в одном например магазине пряжи мне диктовали какую пряжу можно брать какую на обзор брать нельзя мы тоже сказали до свидания мне может быть не все поняли там тебе что пряжа что нужно дело не в том нужна не нужна я пришла в магазин вот пряжу тех магазинов которые я показываю я выбираю сама я выбираю сама и это мне очень ценна в одном из магазинов я не буду называть его это большой хороший магазин мне примут указывали что это не брать вот это брать это до свидания всего доброго предкритерия вот просто не навязывайте свое мнение хотите товарный обзор давайте товарный обзор в особых критериях то больше нет просто дайте мне возможность сформировать показать и сказать свое мнение о вашем товаре все так дальше вот смотрим икона у меня стоит значит кто-то написал после одного ролика прошу прощения родители это святое так дальше у нас про вышивку икон значит я хотела вопрос заключается в том что посмотрели вышивки вышиваете ли вы татьяны иконы то есть вышивки понравились и вот насчет лика насчет лика я хотела вам уже сбросить даже ссылку на видео где я отвечаю на эти вопросы по поводу того что иглой прокалывать лик и так далее у меня есть видео вопрос ответа про иконы и там я об этом говорю но так как уже видео у меня было в планах сегодня я и ссылочку обязательно оставлю на плейлист про вышивки там я отвечаю на вопросы касаемо как раз прокола лика и вот эту икону я не сняла так ладно про нее вопросы не было но я уж просто заодно расскажу значит я тоже слышала что лучше брать иконы которые вышиваются бисером потому что у этих икон на полотне лик пропечатан а вот иконы где крестиком делик нужно тоже вышивать это нельзя нельзя как ли вы знаете иконы мне кажется они должны поманить не каждую икону хочется вышить икон она вот или зовет или нет когда я задалась просто желанием даже не целью вышить икону николая чудотворца я стала ходить у разных фирм производителей были свои иконы представлены и не все иконы я не знаю вообще можно так говорить про икон или нет то что в не все иконы мне понравились но не все иконы в моей душе как-то вот нашли отклик нет не кон некоторых производителей по вот у николая чудотворца если вы такое войти даже в интернет он николая чудотворца выживка вы посмотрите какие это не только мое мнение вот некоторые лики особенно чем иконка меньше тем как-то вот лик я не знаю я искала своего николая это должен быть такой старец добрейший который смотрит на меня и и уже мне хорошо и я нашла такую икону и она в крестиком очень многое так вот держу и отражается штатив с телефоном и когда я увидела эту икону я поняла что мое я уже не задумывалась над тем чтобы прошивается там лик не прошивается это вот тот николай которого я хотела тот чудотворец который будет в моем доме но я даже тогда не помню знала я о том что нельзя лик вышивать или не знала я не помню а первой моей иконы было матро ну вот я оставлю ролик потому что икон матронушку я не достану на высоко висит да тоже с прошитым ликом было и в процессе вышивки мне кажется я узнала что ой-ой-ой батюшка не осветит и когда я пошла освещать я немножко где-то так не то что боялся но в этой церкви не осветят другую пойду другую не осветят значит будет не освещено мне нужна была именно эта икона и там осветили безо всякого а в конце я еще спросила про это и я тоже говорила в ролике в давнем-давнем что батюшка подчеркнул иконы с бисером появились позже чем иконы которые женщины вышивали вот тряпичные и тряпичные иконы без конечно багета без багета складывали в кармашек и воинам то там мужчина вообще уходил из дома чтобы он пришел уже здоров складывали потому что иконы с бисером сложить нельзя ну и с багетом соответственно поэтому какие-то иконы были вот по кладе и дома а какие то икон тряпичные поэтому вышивать иконы можно с чистыми помыслами там много чего это вообще тему затрагивать не хочу поэтому не то что я себе разрешила да наверное производители если выпускают икону они должны этим как-то озадачиваться и заботиться если мне предлагается такая икона если она мне к душе я буду вышивать и было насчет багета тоже вопрос так что иконы значит вышитом ликом у меня есть вот одну из них я показываю и сейчас я все-таки встану покажу еще одну икон этот вопрос вот именно к этому ролику мне задан не был но я просто в том ролике где отвечаю про лик еще спрашивали таня а вот белый оклад икон значит белый багет вот так надо видно да икона петра и февронии что белый багет нельзя оформлять иконы как вам разрешили вам ее не осветят у икон особый оклад зол только золото должен быть остальные вообще нельзя то нельзя это нельзя вот знаете если самой себе позволять жить в оковах этого нельзя вот такой багет он распространенный или слушать про эти нельзя от кого-то можно сойти с ума я не к тому что разрешите себе все сейчас знаете вот свои я вообще еще давно не вышиваю иконы меня не тянет а когда-то мне хотелось их вышивать так что вот просто я не знаю быстренько берусь быстренько сготовлю быстренько руки сделаю . и вот говорят иконы или не вышивается или вышивается на одном дыхании и мало того раньше не было такого ассортимента багета когда вот мы сейчас приходим смотрим даже не одна стена сейчас у нас багетки одной стены мало одна стена налево направо и все кругом багета багета уголочки которые предлагают вот ну может быть вот этот может быть вот этот тогда же в рукодельном магазинчике у нас было ну как это сказать какой-то закуточек где этих вот багетиков уголочками они почти представляют 105 штук то 4 если пройдет 6 это это удача и все что сейчас уже как бы считается старым багетом даже не старинными старыми тогда это было в новинку и в диковинку и я почему-то вот представляла когда вышивала именно светлый багет то ли вот под головной убор февронии то есть ли просто для свежести кроме того здесь двойной багет видите здесь розовый багет внутри это было безумно дорого по тем временам оклады золотые вот в нашей багетки не предлагалось когда прям сбоку так вот все это как-то толстенько специально для икон золото сюда пошло в принципе вот здесь очень много золотого но тогда не было а сейчас переделывать что-то все это разрушать и делать я не хочу поэтому я пришла увидела и вопрос он был не случайным и видимо когда я ролик показала ролик показала я через несколько лет после того как икон у меня было уже дома youtube пришел позже чем я вышивал иконы но дело в том что когда я пошла выбирать багет продавец вот в туркале магазин тоже разве белые иконы можно на разве что-то вот вы мне говорю об считаете там просчитать и и все нет я понимаю картина ведь вот икона грудежка милая на в чем доме будет висеть вашим или в моем ваш какие вопросы и вам опять не светят как все вот все знают вот я не знаю просто вот ну знатоки на знатоке знатоком погонять я опять же когда освещать икону для меня очень важно осветить икону для меня пока икон не освещена это картинка религиозного содержания как только я освещаю для метр икон хоть говорят что вы что это даже после освещения не икона ну у каждого это знаете как в сердце думаю не осветят не осветят и когда я пошла ее освещать а я же в конце службы бывает и батюшка подходит к столу туда кто иконы кто крестики кто что положит то и осветят спрашиваю то чья это икона грунт началось мне предокружалась огромная он прям разреши голубушка мне ее сносить матушке показать вот прям чуть-чуть а ведь его люди ждут а я я глупая вообще он-то просто показать матушке а я ты не осветят и все то я же с каким прицелом-то и рода да конечно у вас матушка дает разрешение на то чтобы освещать икону могут а при чем здесь разрешение я сейчас освещу приду она же будет меня тоже вот рукодельница вышивает и мы с ней как раз ищем как как-то слова не оформить какой-то такой вот но умеют они как-то говорить я и предложу может вот таки так по мне уж больно понравилось я вот стояла и вот не перед иконой это вообще слова говорить да сейчас я пойду и повешу на место и буду же излагаться как хочу я вот отлично помню как я ну я не знаю знаете офигела другого слова нет мало того светили так еще батюшки понравился я понимаю что батюшки все люди можно если один и тот же вопрос задать в нескольких храмах получишь разный ответ на один тот же вопрос потому что батюшки люди да где-то можно где-то нельзя где-то что-то где-то как-то но в любом случае отталкиваться надо от себя поэтому насчет лика вот не судьба быть иконе вышитой вы даже если купите с пропечатанным ликом как вот во втором случае только бисер-бисер вокруг она не вышлется судьба иконе быть у вас вот и понимаете настолько велико ваше желание так он и вышить вы вышите потому что эти пугалки не осветят не дошьешь ничего это как-то не надеюсь вот нужно прислушиваться к себе ничего дурного не делать да не обижать не оскорблять а просто как-то уют в своей душе создавать и выносить этот уют домой и это же в этом великая сила заключается душевная духовная поэтому ваш вопрос просто таня как же вот тот и тот спокойно все очень спокойно и легко и еще был один вопрос вы спросили встречаетесь с михалиной как высота старенький мои новенький даже не понимает у меня коллега михалом когда была работала значит у нас были ролики вместе с михалом и встречаетесь ли вы вместе как бы соскучились по роликам по нам вместе нет мы не встречаемся ангелочек вообще уехала в москву у нас ангел один случай миллион что ты меня смотришь я тебя люблю мой хороший и михалом там в одном городе но круговерть у нее у меня мы практически не встречаемся за счет вы татьяна расскажите про каком случае на работе еще что товарищ я работе рассказывать не буду но так это в общем-то специфика особо а или как вы сказали или про какой-нибудь случае связаны с вами с михалой о это случаев этих миллиарды я думаю расскажу первое что придет в голову у нас михалу правда михалу если вдруг смотришь привет с михалой столько за спиной что вот рассказать случае знаете когда проходил чемпионат мира по футболу у нас мордове к нам в дни матча и заранее в день матч тем более с многих городов присылали усиление как вертолетные группы так и вообще всех род войск так сказать и понятно что в день матча все были задействованы мы в том числе я работала в системе мчс и от матча до матча если день к 3 перед матчами то гостям идук да усиление которые приезжали а с каких бы городов не были ребята они же гостями были нашего города и очень хотели посмотреть город хотел чтобы это было организовано потому что вообще весь город был мобилизован чтобы не вот разойдитесь куда хотите так нет все это было грубым вообще все было четко и нас михалами попросили значит провести экскурсию для гостей города может они знали что это будет не первое не второе даже не третье сколько мы с не прямо стали экскурсоводихами вообще только но и вот гадалан девчонки в автобус посадите посмотреть налево посмотрите направо все ничего страшного но девчонки так не могут тем более пока вот ехать до первого какого-то посмотрите налево так думаю а мы находимся то саранске на химашево до в главном управлении до первого там какого-то объекта того же вы даже памятника пугачёва пусть вот этому стадиону где проходил чемпионат мира какое-то время надо доезжать нужно что-то говорить посмотрите налево девятиэтажки на право девятажки это обычный жилой район и если вот такая же девятиэтажка видите на балконе висят значит вещи ну как и мы с ней все четко сели в интернет полезли вот все распланировали знаете прям вот как два ведущих на большой сцене там здравствуйте мы предсначала таня лена все такое прочее саранск был основном 1141 году сначала это была деревянная крепость но она значит была расположена пересечении таких-то дорог между такими-то городами мордва народ трудолюбивый значит они там животных скармливыми землю вспахивали вот эти торговые пути то дали возможность превратиться в крупный промышленный центр одна таратория вторая подхватывает сейчас значит наш город имеет такие-то фабрики заводы из-за парохода вот от таратори лодовио значит другом такие-то нас народности живут у нас все вот мы как вы знаете мы так с ней разработали все четко 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 его значит первая экскурсия нам дали газельку мы сели смотрим там то пять человек то шесть человек на какие-то группы гости и у нас так все отработано сначала дрожали прошло вот так экскурсии все довольны мы все равно как довезем допустим до кровеческого музея маленько отдохнем потом дальше как-то все так распланировано и вот очередная экскурсия мужа мужа профи вообще экскурсии девчат да не вопрос такой только нет не отсюда вы едете к управлению а вот так тут там где-то есть палаточный лагерёк раз бросает какая разница откуда вот нам бы дуром то продумать есть разница потому что когда мы распланировали что где сказать его значит нас привезли и вместо газельки которые бы несколько экскурсий нас заводят автобус который вы знаете вот так вот где-то там орать не передают поздороваться здравствуйте надо здравствуйте и там не слышат михао танюха мы как это будем видим водитель будет ой на мне же просили вам микрофончик дать нам дает микрофончик который проводочком присоединен к узнать только вот вообще звезды были звездами а это вообще и вот только мы значит туда нажмешь громко туда и выключишь значит тихо все хорошо ни одного свободного места в одном даже притыкнулись почему нет свободных мест нам хотя бы два первого бы освободили это очень важно нет ничего и нам бы вздохнуть немножко из этого промышленного района бы выехать а потом начать посмотреть налево своей направленно мышь в бой нам же нам сразу и вот мы здравствуйте таня лена сарас был основном 1641 году сначала была деревянная икра и у нас значит с умным видом одна скажет вторая а когда мы вообще искусствами когда одна договаривает вторую так думать ну когда же ты там закончишь дай-ка я слово скажу потом другая думать то же самое а тут мы понимаем что что-то автобус стоит потом что-то дернется дернется опять стоит мы когда оглянулись мы свое все тараторили это как раз нужно было доехать от главного управления до первого посмотреть налево-направо там как раз был стадион и мы у нас начинал с новая глава саранск это самый маленький город который распахнул дверь или чемпионата мира самый провинциальный городок посмотрите какой стадион был построен пришло время этого текста а мы еще вот я не знаю метров пятьсот отъехали не отъехали она же все у нас отработано и мы понимаем что посмотреть посмотреть на левое поле на правое поле до города еще сто верст не крюк а у нас высказано все что мы хотели высказать мама мы понимаем что что-то что-то не то вообще и нам бы здесь сказать да но сейчас мы там типа за изга и за городом и выползли по другому ползли мы ползли по другому вообще не скажешь и потом мы продолжим экскурсию куда нам это сказать значит надо повернуться и сесть хотя бы сидений нет вообще пустых я сейчас думаю что на коленке было бы михалом еще можно меня уже так повернуться просто мадамами сижумами публики не хорошо а когда стоишь лицом публики надо что-то говорить михалом кнопочка ножку хочу танчо делал мы как водителем микрофон то заходим я не знаю но придумай чего не придумают танюху над держаться главное не молчать это короче по минуте каждый держится о чем угодно то и говорит примерно минута проходит отдаем и вот если раньше микрофон передавали или там просто свою речь заканчивали как с микрофоном мы первый раз позволить стояли то как-то было что сказать и хотелось говорить долго еще ты не договорила а второй типа ну хватит дай-ка я скажу то сейчас когда микрофон один взял 2 стоит и думает господи ну ну говори там только не подольше поговорить чего-нибудь и когда уже вот и чего-то там договариваешь и и даже микрофон понимаешь чувство того кто сейчас берет как я михалом понимала так она меня как мы ехали долго и я понимаю что это будут кошмар а показать ему же лицо сказать что извините на слова закончили сейчас мы доедем вот до туда и там пойдет что-то интересное мы вам покажем то-то это но нельзя же и тут наверное боги озарение мы с таким умным видом я просто меня как-то озарилась я говорю мордовский народ мордовские традиции они такие богатые мы сейчас вам расскажем про мордовские традиции то значит у нас какой-то из глубинных с института что ли да нам же рассказывает про историю мордовского края как понесло мы уже выехали из города михалом вспомнил свои традиции вы знаете нас слушали открыв рот это была лучшая экскурсия которая нас было нам аплодировали по-другому не скажешь когда мы выходили из автобуса но какой цена нам это дало и благодарю вообще как нам это озарило мы не придумывали ничего мы действительно говорили о тех традициях которые вот нам рассказывали в институте просто одной какой-то там инсайт озарение догадка потом пошло второй и все эти вот традиции мы включили потом обязательно следующей экскурсии мы все это включали нам просто времени не хватало все это рассказать вот так это какой-то родилось просто фонтаном из недр той ситуации которая сложилась но как вот я эту ситуацию вспомню мы были выжатыми лимонами когда вы даже был у нас отдых мы приехали к левическому музею мы сели мы обычно доходим слушаем там что говорят а в этот раз мы сели вот этим надо было свить ноги вытянули у порога экскурсоводу и ждем она спрашивает вам побыстрее 30 и все или развернуто часа на два проводить мы обычно спрашиваем разные группы по разным а это даже не спрашивать часа на два и вот мы сели вообще вот надо было видеть две кукушки краеведческом музее внизу этого сейчас вспоминать знаете как то спокойно легко тогда но мы таки довольны собой первый раз наверно устали как следует но это было на лучшей экскурсии которые мы провели и судя по отзывам которые пошли дошли до начальства нас очень хвалили просто очень очень я даже еще не знаю что вам рассказать хотя много есть большое спасибо за внимание мой добрый зритель и до новых встреч они обязательно будут